Друзья мои, вы на канале Иришка из Пензы. Нам с вами осталось посмотреть последнюю коробку с моими запасами узкового мыла. Вы будете смеяться, но на эту коробку меня просили оставить завещание. Ну, я думаю, вы поняли, о каком мыле пойдет речь. Конечно, о самом крутом в моей коллекции. Это итальянское мыло. Но вот я сейчас коробку открыла и понимаю, что здесь два шпиона. О которых было целесообразнее в других частях показать. И в дальнейшем я, конечно, их к собратьям переложу. Но давайте я с них и начну. Первый кусочек это мыло французское. Ма прованс называется. У меня здесь аромат молока и меда. У меня такой кусочек уже был в использовании. Он большой, в нем 200 грамм. Это безумно приятный аромат. Еще он интересен своим штампом. На нем выгравирована вот такая же картинка, как и на упаковке. Выглядит это безумно красиво. Мыло качественное. У него прекрасное пенообразование. Оно очень мягкое, кремовое. Кожу не сушит. Это просто блаженство при использовании. И, по-моему, во второй части я показывала еще экземпляры из этой линейки, которые у меня появились в дальнейшем. Но, в общем-то, и этот кусочек отправится и к своим братикам. И есть у меня еще кусочек болгарского мыла. Это знаменитая роза Болгарии. Вот таким вот образом он выглядит. Очень ароматный, очень вкусный, красивый, необычный. Радует меня тем, что у меня есть в коллекции. Ну, тоже отправится в коробочки с мылом других европейских стран. Здесь мы оставим только итальянцев. И о них сейчас и поговорим. Если вы примерно моего возраста, то, наверное, смотрели в детстве сериал «Диснеевские утиные истории». Помните, там был миллионер Скрудж Макдак, и у него был первый доллар, который он безумно хранил, холил и лелеял. И вот такой первый доллар есть и в моей мыльной коллекции. Это кусочек мыла от итальянской марки, всем маломанам широко известной Нести Данте, линеечка Иль Фрутета. Это инжир и миндальное молоко. Объем, вес у него очень внушительный, 250 грамм. Безумно приятный аромат. В общем-то, я его увидела на полочке в магазине, послушала, невзирая на цену, приобрела. И, в общем, все, Ирочка пропала, и началась ее безумная любовь к кусковому мылу и к мылу Нести Данте в том числе. И могу признаться, что вот линейка Иль Фрутета одна из самых любимых у меня, у этой марки. И большое количество есть у меня в коллекции. Начну, наверное, и вернее продолжу, также объемными кусочками, по 250 грамм. Вот таким образом выглядит следующий. Это мята и айвовая груша. Ну, в мыле Нести Данте прекрасно все, начиная от упаковки, продолжая их ароматами и заканчивая потрясающим пенообразованием. Но могу сказать, что как бы были прецеденты, что сушит кожу это мыло. Ну, я думаю, что здесь как бы роль свою и играет то, какая кожа у человека, какие проблемки, в общем-то, с ней существуют, либо нет. Следующий кусочек, очень тоже красивый и ароматный. Здесь черешни и красные ягоды. Ну, и последний кусочек из этой линейки массой 250 грамм, который у меня есть, это мушмула и китайский финик. Такая красота. Есть у меня ильфрутетта в меньшем объеме, но для удобства я их чуть попозже покажу. А сейчас хочу обратить ваше внимание на тоже очень интересную линейку. Парадиза Тропикаль она называется. У меня, правда, из нее есть только один представитель. Но я как бы остальные сознательно не приобретала, потому что, ну, вы сами видите, что мыло действительно очень много. А все-таки хочется в дальнейшем его использовать, не допустив того, чтобы оно испортилось. Купила я самый впечатливший меня по аромату кусочек. Это гуава и маракуйя. Очень вкусные. Еще одна очень интересная линейка шикарного мыла. Тоже приобрела только один. Шикарное розовое оно называется. И у него аромат. Так, сейчас я по-русски нет, но постараюсь перевести. Здесь орхидея, красный чай и тиаре. Классное сочетание. Очень ароматный, парфюмированный кусочек. Мне безумно он понравился. Приобретал в свое время. Была у меня целая линейка юбилейного мыла. У меня остался даже вкладыш из упаковки. Лакшери линейка, золотое, платиновое и черное. Вы знаете, когда нужно сделать небольшой, но качественный презент, меня эти кусочки очень выручали. И, допустим, если я знаю, что человек любит и ценит кусковое мыло, это, конечно, были беспроигрышные подарки. У меня, на самом деле, таких наборов было два изначально. Первый я весь раздарила, а от второго у меня остался только один кусочек. Так, сейчас скажу, как он правильно называется. Роскошное черное. 250 грамм. Но я такой кусочек сама тоже пробовала. Это действительно роскошный аромат, роскошное мыло по качеству. И немножечко с финансами приду в себя после новогодних праздников и подарков. Я думаю, что я дособираю в коллекцию еще и золотое и платиновое, чтобы они у меня были, потому что экземпляры действительно очень достойные. Вернемся к линейке Ильфрутетта. Есть у меня набор. В нем изначально было 6 кусочков, но одно я из него подарила, оно дублировало. Вот этот кусочек с инжиром и миндальным молочком. Осталось у меня 5. Вес этих кусочков 150 грамм, но тоже как бы довольно-таки немаленький. И все ароматы потрясающие. Я даже не могу какой-то конкретно для себя выделить. Настолько они мне все нравятся. Во-первых, это у меня цитрон и бергамот. Следующий кусочек. Здесь гранат и черная смородина. Дыня и персик. Так, здесь красный виноград и черника, наверное. Любери или голубика. Ну, поправите, если я неправильно говорю. И последний кусочек из этой коллекции у меня это оливки и мандарин. Тоже очень интересное сочетание. Даже не думал, что оно таким классным может быть. Еще один набор у меня этого мыла есть. И он пока в полном составе. Безумно мне приятен. Кусочки тоже по 150 грамм. Называется этот набор «Волнующая Тоскана». Первый кусочек в монастыре и предместье он называется. У него идет смесь ароматов, благовоний и природной свежести. Интереснейший экземпляр тоже для коллекционирования. Следующий цветущий сад. Здесь, ну, как бы, аромат перекликается с названием. Заявлен как аромат цветущего весеннего сада. Следующий кусочек термальные источники. У мыла аромат чистый и свежий, как аромат термальной воды. Следующий кусочек. Так, по-моему, он называется «Прикосновение Средиземноморья». В аромате можжевельник, чабрец, сосновая смола и морской бриз. Следующий кусочек. «Очарованный лес». Здесь легкий запах влажных листьев после дождя. Представляете, насколько красивые ароматы. И последний кусочек в этой линейке. «Золотая осень. Аромат маков, земли и солнца». Есть у меня еще одна линейка от Нести Данте. Я, честно признаюсь, не загуглила, как она правильно называется. «Амарина Соб». Кто знает, как переводится, напишите, пожалуйста. Первый кусочек в этой линейке с ароматом лилии. В нем тоже 150 грамм. Как и в предыдущих коллекциях. Но он квадратной формы. Второй кусочек в этой коллекции вот таким образом выглядит. Оформление, конечно, тоже очень красивое. «Букетрос». И последний, третий экземпляр. «Мечта о море». И есть у меня одиночный представитель из более бюджетной линеечки от Нести Данте с органовым маслом. Это 100 граммовый кусочек. Есть у меня еще несколько кусочков итальянского мыла, но только уже других производителей, тем не менее, они чуть как бы не уступают по своему качеству, по своим интересам, по своей упаковке Нести Данте. Два кусочка есть у меня от марки «Фьори Деа». Первый из них с лавандой. Это мыло мне дарили. Второй кусочек тоже в подарок приезжал. Также от этой марки. с ароматом гордынии. Тоже большой, 250 грамм. Классный цветочный аромат. Такая красота. Еще один кусочек ко мне в подарок приезжал с ароматом лимона. Посмотрите, как интересно оформлена упаковочка. Как коробка конфет подарочная. Следующий кусочек я сама покупала. Это линейка Лорда Ларио. Интересный очень аромат. Хочется мне его помылить, но все мне жалко. Простите, с экстрактами помидора и ароматом базилика. Настолько классно эти два аромата сочетаются между собой. Очень интересный экземпляр. Еще один кусочек тоже сама приобретала. Это Ларгумета. С ароматом бергамота. 125 грамм в нем. Классный тоже аромат. Ай Провинциале, наверное, так называется линейка. Возможно, по своему оформлению кусочек уступает. Ранее показанным. Но какой же у него классный аромат. Это сладкий миндаль. Тоже огромный объем. 250 грамм. Я такие кусочки в подарок тоже приобретала. Те, кто пробовали, остались очень довольны. Качественное мыло. Хотя, конечно, согласно по упаковке, уступает предыдущим. Ну что ж, друзья мои. И вот и вся моя коллекция. Давайте уж для полноты картины шпионов вернем в кадр. Я в завершение хочу сказать спасибо всем моим зрителям, всем моим девочкам, подругам по ютубу, любителям и ценителям кускового мыла, которые пополняли мою коллекцию, присылали мне подарки. Кого-то я называла в течение всего сериала, кого-то не называла. Но прошу вас не обижаться, потому что, ну, действительно, мои подруги, мои зрители настолько щедры ко мне. И столько мыла мне прислали безумное количество. Сложно даже иногда вспомнить, от кого какой именно кусочек приехал. Еще раз прошу вас прощения, мои хорошие. Я вам безмерно, признательно выражала огромную благодарность, когда получала от вас посылки с мылом. И сейчас еще раз хочу сказать, потому что вы баловали меня такими кусочками, которыми мне саму себя не порадовать. То есть нет у нас их в продаже. Некоторые даже невозможно в интернет, в каких-то магазинах, на интернет-платформах заказать. Спасибо, спасибо, миллион раз спасибо вам, мои хорошие. Если бы не вы, такой бы потрясающей, шикарной коллекцией для меня кускового мыла у меня бы не было. И еще я хочу сказать отдельное спасибо Леночке Щерпаковой. Она просто стала моей совестью и сподвигла меня к тому, чтобы я наконец-то сняла свою коллекцию, потому что действительно давно, уже очень долго не показывала. Меня просили об этом. Ну вот Лена смогла до меня достучаться. И, Леночка, я все эти серии посвящаю тебе, моя хорошая. Спасибо, что ты дала мне такой пинок и заставила, в общем-то, снять эту коллекцию. Я тебе безмерно благодарна. Ну и надеюсь, все те, кому моя коллекция понравилась, которые с удовольствием ее посмотрели, тоже тебе скажут огромное спасибо. На этом все. Прощаюсь. До новой встречи в новых роликах. Я вас всех очень-очень люблю. Мои дорогие маломаны и не только. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok